Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас будет распаковочка и обзор корейской косметики. Вы давно меня просили. Это посылка с сайта StyleKorea. Я все ссылочки на каждый продукт на сам сайт оставлю вам под видео. Уже были распаковки у меня с этого сайта. И вообще 99% корейской косметики, которая у меня есть, она вся с сайта StyleKorea. Почему именно этот сайт, девчонки? Потому что там классный ассортимент, обалденный вообще. Посмотрите, как они доставляют посылки. Хрупкий груз, да, во-первых. Это все супер. Сейчас посмотрите, как все запаковано. Я надеюсь, это те коробочки, которые я вам отправляю, когда у нас с вами розыгрыш, конкурс. Вот в коробочках StyleKorea я вам все отправляю. Они безумно красивые, классные. Там бывают классные скидки, надо мониторить. То есть, бывает прям, ну вообще за копейки можно взять крутой корейский продукт. Там представлены бренды самые тоже классные, которые я люблю прям и уважаю. Давайте вместе распаковывать. Я опять куда-то подевала свой канцелярский нож. Сейчас мы с вами распакуем. Ассортимент и скидки, девчонки. Вот прям мне там нравится больше всего. Я доверяю этому сайту. Посылка приходит достаточно быстро, то есть в течение двух недель точно. И все качественно. Забота о клиенте. Вот прям это подкупать. Да, да, девчонки, смотрите, эта коробочка, опять, которую я вам отправляю. Здесь у нас вот так вот все, видите, переложено. Несмотря на то, что вот такого прям хрупкого груза нет, да, тем не менее, они вот так все... Ой, какая она тяжелая. Они вот так вот все присылают, заботятся о нас с вами. Так, вот она, коробочка. Котен убери вот эту вот эскадру в красоту. Так, давайте теперь смотреть, что в этой коробке. Так, открываем. Много интересных продуктов. Прям полная коробочка. Пупырочка, пожалуйста, драгая моя. Держите. Так, это что у нас? Здесь все по-корейски. Так, это крем вокруг глаз и ампула. И ампула, девчонки, ампула. Очень интересная. Я все поподробнее на сайте прочитаю. Описание вам или вставлю, или потом расскажу, потому что здесь нет ни слова по-русски, да, и никогда не было. Так, сейчас откроем с вами этот набор. Доставайтесь, дорогие. И что у нас тут? Первый продукт, это, наверное, крем для глаз. Пептидный, да. Айкрем. Вот так он выглядит. Тяжеленько такое все. Ну, они в основном, вы знаете, в стекле девчонки всю продукцию практически присылают, это подкупает. И много гипоаллергенных продуктов. Вот здесь у меня в заказе должна быть гипоаллергенная пенка. Я ее дочери отдам. У меня есть целая серия. Так, а что это за бренд у нас? Планет Бейс, да, девчонки, знаете такой? Я еще не знакома. Смотрите, какая красота, какой кремушек красивый вообще. Мы когда с вами будем тестировать, я вам все-все потом про эти продукты расскажу. Для чего я сейчас. Смотрите, он такой желтоватый. Достаточно плотный и на коже начинает подтаивать нелипкий и без одушки. Девчонки, вот у них много брендов без одушки, гипоаллергенов вообще, конечно, молодцы. Так, и здесь вот это вот ампула. Ревитализация. О, слушайте, это что-то крутое должно быть. Антивозрастной уход. Так, ну ничего здесь все равно нет, конечно. Сейчас откроем, посмотрим. Запечатанный за такой штучкой кругленькой заклеены все коробочки. Сейчас откроем, посмотрим. И какой-нибудь продукт я оставлю обязательно на бьюти-бокс. На 20 тысяч. Смотрите. Это стекло? Да, это стекло. Вот так выглядит. Так, крышечка. Это не крышечка, девчонки, это пипеточка. Да, это пипеточка. Смотрите, фокус, фокусируйся. Как интересно. Здорово. Ревитализация, это вообще очень интересно. Почитаю, все вам расскажу потом. Красивый, красивый флакончик. Так, дальше у нас что с вами? Дальше у нас тот же самый бренд, насколько я понимаю, plant-based, да? Так, это крем. Это, по-моему, крем для проблемной кожи. Матирующий, если я не ошибаюсь. Насколько я помню, да, что я заказывала. Фокус. Так, ну здесь тоже ни слова по-русски. Все потом будем с вами читать. Матирующий крем очень актуально сейчас на весну. На самом деле. Так. Где он? Вот как он выглядит. С крестиком. Видите, какая-то лечебная серия. Здорово. Так, и здесь у нас... Что это у нас? Пенка, мне кажется, из этой серии тоже для проблемной кожи, если я не ошибаюсь. Себом-контроль. Это гипоаллергенная серия, девчонки, вся. Поэтому я хочу пенку, даже вот дочери отдать. Так, сейчас откроем. Трекс. Слушайте, это пенка или не пенка? По-моему, пенка, да? С вот таким вот дозатором, да, с такой крышечкой. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Так, что это у нас такое большое? Это у нас бренд... Девчонки. Хару-хару, да? Правильно. Это крем гиалуроновый. Смотрите, какая большая коробка. Гиалуроновый крем. Я, кстати, вот его бы хотела оставить на бьюти-бокс. Скорее всего, сейчас посмотрим. Или серум. Давайте крем откроем. Крем интересная, такая коробка большая. Серум оставим на бьюти-бокс. Из этой же линейки. Так, открывайся, дорогой. Смотрите, как все запаковано. Ой, какой интересный. Ничего себе. Смотрите. Гиалуроновый крем. Вот это да. Такая баночка классная. Тут тоже такая наклейка. Ну-ка, распечатай. Как кофе. Так, как она у нас? А, открывается. Вот крышечка открывается. Здорово как. Что это там было? Лопаточка еще? Ничего себе. Еще в коробке. Помощник мне говорит, была лопаточка для нанесения. Смотрите, как здорово. Вообще супер. Лопаточка. Вот она. Так, кремушек тут еще запечатан. Зафольгирован. Не все так просто. Вот это я про отношения вот именно на сайте стою в Коре. Все приходит просто идеально. Так. Открываем с вами крышечку. И вот он крем. И его здесь так много. То есть это такая большая банка. Тоже с вами все протестируем. Посмотрим. На, пожалуйста, стаканчик. Так, из этой же серии у нас с вами серум и тонер. Вот что-то из этих двух продуктов у нас пойдет с вами в бьюти бокс. Я решу тогда. Ну, в принципе, серум это тот же тонер. Расскажу вам, какие проблемы он решает и так далее. Пока распечатывать не буду, тогда решу, что из этих продуктов пойдет в бьюти бокс. И расскажу вам потом, когда начнем тестировать. Ну, вот и все. Вот эта коробочка прелестная, прекрасная. Тут еще пупырка котен есть. Ну, все, девчонки, теперь будем все тестировать с вами и про все читать. Ну, что, девчонки, предлагаю приступить к тестированию. Давайте начнем с вами с пенки Planet Base. Да, называется этот бренд. Я все почитала про нее. Сейчас основные моменты вам расскажу. Гипоаллерген очищающая пенка на основе Центеллы Азиатской. 44% ее здесь в составе. Успокаивает, восстанавливает поврежденную кожу, укрепляет защитный барьер, удаляет загрязнения на поверхности кожи. Но ребенка не да, потому что здесь есть АХА-БХА-кислоты у нас с вами. Так, что у меня тут всплывает все время. И запатентованный комплекс Influx. Облегчает состояние раздраженной кожи, оказывает антиоксидантный эффект. Вспениваем в руках с вами ее. Я сейчас попробую ей заодно смыть макияж. Неинтересно, справляется или нет. Вот она как выглядит. Она была зафольгирована. Я здесь уже фольгу удалила. Мочу слегка руки, выдавливаем пенку. Она очень густая. Нет никакой дужки, не чувствую. Вообще никакой. Такая густая. Такая интересная текстура. Крем не крем, мусс не мусс. Как мусс, девчонки. Такая классная, интересная. Так, вторую руку намочу. Вспениваю это количество в руках. Еле-еле. Владимир, дождь какая-то натуральная, когда вспениваешь. Так, ну что, смываем, пробуем. Ой, смотрите, как здорово пенится. Очень плотная пена, ее много. Она такая прям плотная-плотная, как маска. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Еще водички хочу. Прям плотная-плотная, девчонки. Такая консистенция. Пахнет каким-то лекарством. Вот сейчас на коже ощущаю отдушку. Каким-то аптечным средством пахнет. Еле уловимая отдушка. Так, что, сейчас буду глаза пробовать смывать. С вами. Не хватает мне водички. Прям вот не хватает. Хочется побольше. Во. Все. Я даже много взяла пенки, я вам могу сказать. Просто побольше берем водички. Она уже выдает более такую легкую пену. И гораздо больше. Это я много взяла. Расход у пенки будет маленький. Берем чуть-чуть совсем. Вспениваем в руках. Побольше водички. И вот много, видите, как много пены. Так, вы видите, я не вижу. Сейчас я буду смывать. Что по факту, девчонки? Кожа очищена до скрипа. Я когда умывалась, прям до скрипа просто. И я не могу сказать, что она пересушенная. То есть нет никакой стянутости. Хотя у меня сейчас вот в Т-зоне очень сохнет кожа. Прям сохнет, сохнет капитально. Нету пересушенности. Идеально чистые поры. Вот словами вам не передать. Мне кажется, я отбелилась даже. То есть тон выровнен. Хотя нет, вот здесь вот шелушение видно, которое у меня есть. Его чуть-чуть и видно слегка в одном месте. Вот здесь тон в целом выровнялся. То есть какая-то краснота, которая была местами, она убралась. То есть видите, ровный цвет лица. И поры чистые. Нос вообще чистый. Класс. Супер, девчонки. Я прям очень довольна. Так, следующий продукт. Мы с вами протестируем сегодня. Кремушек из этой же серии, из этой же линейки. Гипоаллергенный. Ой, мне нравится. Все-таки корейский уход, это корейский уход. Что тут говорить, девчонки? Качественный от нормального бренда. Да. Так, кремушек. Крем, девчонки. Регенерирующий гипоаллергенный с матовым финишем. Включающий неоэндорфин, центеллу азиатскую. Укрепляет естественный барьер кожи, стимулирует процесс регенерации клеток, оказывает противовоспалительное антисептическое действие. А также активно увлажняет кожу. Круто. Неоэндорфин. Это запатентованный компонент аналог пептида. Заживление. Главная функция заживления. Это здорово. Мне сейчас вот это надо, потому что с кожей что-то творится непонятное на самом деле. Где-то даже появляются какие-то высыпания. Но это все, скорее всего, связано с беременностью. У меня такого не было. Так. Регенерирующий эффект, омолаживающий действие. Вот это, мне кажется, тот уход, который мне сейчас прям нужен. Еще и гипоаллергенный. За счет восстановления матрикса дермы. Центелла азиатская. Трава памяти. Тра-та-та-та-та. Противовоспалительная. Мне понравилось. Здесь еще есть масло муру-муру. Масло муру-муру. У нас, по-моему, в серии луников и берлик, да, девчонки? Так. Восстанавливает водно-липидный баланс. Невидимая защитная пленка. Нет в составе парабенов, парафинов, пигментов, синтетических ароматизаторов, бензофенолов, да и минеральных масел. Вот. Понятно? Нанесите небольшое количество крема массажными действиями на последнем этапе ухода за кожей. Но у нас не последний этап, девчонки. Мы с вами сейчас еще попробуем. Что? Что мы с вами попробуем? Давайте вот этот комплекс. А тонер с кремушком из этой серии завтра. Мы сейчас попробуем сначала вот этот с вами комплекс. Здесь у нас ампула, как сыворотка, да, и крем для кожи вокруг глаз. Анти-эйдж. Это у нас сыворотка как раз под кремушек, мне кажется, будет очень хорошо. Вот из этого набора, да, золотого, красивого. Антивозрастная сыворотка, 76,5% грибного коллагена. Восстановление клеток, питает кожу изнутри, содержит три вида грибов. Я не знаю, что это такое. Которое предотвращает испарение влаги. Так. Ага, ага, ага. Как работают грибы здесь описывается. В общем, все как детокс-компоненты. Чистит кожу, нейтрализует твердые частички, которые вызывают преждевременно старение и пигментацию. Помимо очищения, способен создать защитную пленку на поверхности кожи для защиты от воздействия твердых частиц. Антивозрастной, противовоспалительный, стимулирует работу клеток, выработку коллагена. Вух! Давайте вот эту сыворотку с вами нанесем на лицо. Ой, она такая прям масляная. Тягучая. Тут кнопочка наверху. Хватит, думаете, девчонки. Такие пузыречки классные. Ничем не пахнет. Ну, нет, я бы не сказала, что она прям какая-то маслянистая. Она очень быстро впитывает, что надо прям быстро распределять. Быстро впитывается. Кожа ее съедает моментально. Написано про кремушек, который сейчас следом будем использовать. Его можно на все лицо тоже. Можно на мимические морщины, на шею и декольте. Так, по сыворотке. Легкая липкость пока есть. Увлажненная кожа сияет изнутри уже. Если после пенки у нас с вами было тотальное мотирование, мое шелушение, которое было видно, вот здесь больше не видно. Кожа сияет изнутри. Класс. Так, теперь крем. Погнали крем для кожи вокруг глаз, а потом матирующий нанесем на всю остальную зону. Так, крем. Питательный крем для кожи вокруг глаз с пептидами тоже. На основе гидролат розы. Здесь нет воды в составе этого крема. Он на основе именно гидролата розы и меда. Замедляет процесс старения, смягчает кожу, защищает от вредных воздействий, встает бархатный эффект медовой кожи, которая светится изнутри. Исключили все синтетические компоненты, одушки и красители. Ничего здесь нет, и косметика не тестируется на животных. Так, 36% здесь гидролата розы дамасской. Натуральный мед. Так, предотвращает старение. И пептиды, аденозит, неоцинамид. Повышает эластичность. Так. Ну вот основные моменты. Так что-то много прям про крем-преа это написано вообще. Здорово. Так, после сыворотки. У нас тонер с вами и сыворотка, в принципе, почти одно и то же. Кремшек такой желтоватый у нас. Почему с вами был, да? Когда мы на руке тестировали, потому что он на основе меда. Мы с вами нанесем его сейчас навеки. Не чувствую запах опять никакого. Так, на веки и на лоб хочу у него здесь морщинка. Посмотрите, как сработает. Он такой легенький. Вот он вначале кажется плотным, как будто действительно это мед. А потом он на коже как-то потаивает, да? Тает, тает и превращается в такую эмульсию. На веки с вами наносим. Я и на подвижных себя наношу. Так. Написано на носогубке можно. Давайте чуть-чуть нанесем. Так. Вот так. Увлажняет, хорошо увлажняет кожу. Могу сказать это точно. Не очень быстро впитывается. Точно не так, как сыворотка. Это понятно. И не пойму, девчонки. Не покалывание. Как согревающий что ли какой-то эффект. На подвижном веке наверху. Прям еле ощутимый. Уж все практически не чувствую. Так ладно, давайте крем теперь на все лицо матирующий. С вами попробуем. Он тоже у нас зафольгирован. Он такой плотный. Я вижу. Прям тяжело давится даже. Видите? Как паста цинковая. Плотный кремушек. Крем у нас борется. Тоже какой-то вот лекарственная душка. Вот этой синей-голубой серии. Plant Base. Правда какая-то чем-то непонятным. Он аптечным, еле уловимый. Как будто травками какими-то. Он у нас должен матировать. Должен выравнивать тон. Борьба с шелушениями, покраснениями. А также с пигментацией. Антивозрастные. В общем все подряд. Пока я не скажу, что есть какое-то матирование. Но мы с вами на сыворотку нанесли. Видите? Пока лицо сияет. Если бы мы нанесли с вами сразу после пенки, этот крем, я думаю, мотирование бы было. Пока лицо сияет. Сейчас посмотрим спустя несколько минуточек. Девчонки, ну прошло минуты три. Лицо до сих пор блестит. Мотирования здесь однозначно нет. Не знаю, может с сывороткой вместе так подействовало. Блеск. Блеск пока есть. Да, вот блеск есть. Мотирования нет. Не вижу никакого абсолютно от этого крема. Не знаю, почему он заявлен как матирующий. То, что он хорошо увлажнил. То, что выровнял тон. Да, как бы это все есть. Но мотирования никакого нет. Наоборот, видите, какой блеск такой. Блеск сияния. Да, сейчас посмотрю, что пройдет время. А завтра с вами тогда протестируем крем вот этой в кофейной баночке. Протестируем с вами тонер. А серум, да, серум. Вот серум. Я не буду открывать, я оставлю его для бьюти-бокса. Серум, в принципе, это что-то типа сыворотки. Сначала у нас идет уходом тонер. Потом идет серум. Потом идет крем, да, как положено. Вот серум. Серум это сыворотка, девчонки. Вот, сывороток у меня полной. И в том числе корейских. Поэтому это будет для бьюти-бокса. Не знаю, пока блестит лицо. Посмотрим. День следующий. И давайте расскажу вам про свои впечатления вот про эту серию. Мне очень понравилась умывашка. И я вам могу сказать с полной уверенностью, что она решает проблему пигментных пятен. Не знаю, откуда они у меня взялись. Буквально несколько дней назад вот здесь. То есть, как такое потемнение коричневое. И над верхней губой. Ну, я списываю это на беременности. И на... Мне почему-то еще кажется на витамин D. Вот я сегодня его не пила. Посмотрю, как будет дальше. И после вот этой умывашки они практически стали незаметными. Они были достаточно яркие. То есть, я их видела. Сейчас буду умываться ей второй раз. Посмотрю, как будет дальше. По поводу крема. Да, он у нас сначала с вами жирнил. Причем так неплохо. И где-то минут через 30 он впитался. И кожа стала не матированная, а нормальная. Вот как у меня сейчас. То есть, абсолютно нормальная. И этот эффект продержался до вечера. То есть, в Т-зоне жирности никакой не возникло. Как бы все комфортно. То есть, если собираемся на работу, куда-то надо бежать. Как база под макияж не очень хорошо подходит. Только в том случае, когда есть время, чтобы он поработал на вашей коже. Впитался. Да, и так далее. То есть, либо мы дома, либо у нас есть время в запасе. Так, понравилось. Понравилось. И понравилось очень то, что вот действительно с пигментацией какие-то проблемы решает. Прям вообще супер. Так, сегодня мы с вами будем пробовать. Вот этот кремушек классный в виде кофе. И мы будем пробовать с вами так. Что это? Что это? Тонер. Тонер. Из одной серии. Сейчас я буду умываться вот этой пенкой. Повторно. Уже беру поменьше. Блин, она прикольная на самом деле. Как она здорово высветляет лицо. Мне тоже очень понравилось. В руках спениваем побольше воды. Вот прям чуть-чуть взяла, а пены уже полно. Прям граммулечку можно брать. Вообще классно. Высветляет здорово. Все-таки, значит, есть у девчонки средства, которые действительно помогают от пигментных пятен. Но они у меня, скорее всего, временные. И пройдут. Потому что вот эта вот пигментация на лице, на теле, это все-таки тоже генетический фактор. У меня в семье ни у кого нет пигментации. На лице. И никто никогда не пользуется СПФ. А здесь, скорее всего, из-за гормонов, да? А может быть, даже из-за витамина. Да я не знаю, я почему-то вот списываю на него. Так, все, умыла. Сейчас буду пенку смывать. Вот сейчас они стали еще светлее. Я прямо этой пенкой пока пользуюсь на постоянной основе, девчонки. Это прямо вот сейчас мой продукт. Это серия, кстати, бюджетная. Но по ссылкам перейдете, посмотрите цены. На вот эту серию скидка сейчас. Если на момент выхода видео она еще будет. А вот эта серия уже не совсем бюджетная. Она называется у нас Хару Хару. Вот этот бренд, да? Это гиалуроновый крем с экстрактом черного риса. Не, ну мы с вами с тоника начнем. Какой крем? Так, мы с вами с тонера начнем. Да, серум я оставила на посылочку. А мы с вами начнем с тонером. Ну где же ты, дорогой? Вот он, гиалуроновый тонер. Сейчас он на сайте полторы тысячи стоит. Так он у меня не открыт еще даже. Вот как выглядит бутылочка. И несмотря на его цену, девчонки, это пластик. Крепкий-крепкий пластик. Вот так он выглядит. И все. Ну сзади информация. Гиалуроновый тонер. За что люблю, кстати, вот Style Korea. Сегодня он стоит полторы тысячи, а потом завтра может попасть на скидки и стоить пятьсот рублей. Ферментированный с экстрактом черного риса повышает упругость, делает поверхность гладкой, мягкой, подтянутой. Эффект моментального и длительного увлажнения. Подготавливает кожу к дальнейшему ходу, это все понятно. Черный рис в составе, что он делает? Антиоксиданты, замедляет процесс старения. Стабилизаторы. Помогает активным учитам сохранить свойства кожи. Так, что тут еще? Полиферолы, флавоноиды. Полезные микроэлементы, цинкомагний и другие. Хорошо питает. Упругость, эластичность. Уникальная технология. Помогает компонентам. Технология у детей, как это называется, девчонки. Помогает компонентам проникать в глубокие слои кожи. Как это работает? В общем, я не буду сильно так вам много зачитывать. Разводить тут нудятину. Тут много всего интересного. Тоже содержит не менее 95% нейтральных компонентов. Так, Хару-Хару не содержит парабенов, силиконов, синтетических красителей, ароматизаторов, генномодифицированных продуктов. Не тестируется на животных. Информация много интересной. Пройдете сами на сайт. Подробно почитайте. Так, вот тут было запечатано. Тонер можно наносить ватным диском, запечатывающими движениями. А можно... А можно наносить руками. Я люблю руками тонер наносить. Можно на ватный диск, но не растирающими движениями. То есть так мы только делаем с очищающими тониками, да? А именно втаптывающими, вдавливающими. На ладошку сейчас немножечко. Такая вязкая консистенция, не водичка прям. Не совсем водичка. По ладошкам растираем. И вот так. Запах опять какой-то аптечной продукции. Натуральный запах. Чуть-чуть еще добавлю. Вот таким образом. Тонер с вами нанесли. Есть легкая липкость пока. Легкая. Ну, как бы все хорошо. Сейчас липкость пройдет. Посмотрим на эффект. Пока крем с вами распечатаем. Крем, точнее, у нас уже распечатан. Распечатан, достанем. Прикол. У меня дочь с этой банкой играл весь вечер. У меня говорит кофе. Так, лопаточку берем и будем с вами руками лазить в кремушек. Эта серия вся, она с черным рисом. Так, сейчас пока его откроем. Вот такая тут крышечка. Оп. А, и кстати, вчера читала, когда информацию про этот крем, написано, что баночка выполнена из экологических продуктов и ее потом можно использовать как подставку для карандашей и так далее. В общем, полностью экологичная баночка. Я не знаю, может быть, вот этот кремушек у нас сюда как-то потом достается белый, остается один стаканчик такой сиреневый. Посмотрим. Так, теперь что у нас касается крема. One second. Гиалуроновый крем с экстрактом черного риса, обогащенным маслами. Питает глубоко длительное увлажнение. Опять про черный рис, все то же самое. Гиалуронка. Сафлоровое масло. Масло примола вечернее, эфирное масло лаванды. Успокаивает, смягчает раздраженную кожу. Гиалуронка, так, упругость, эластичность. Примола вечерняя защитный барьер кожи. Опять это уникальная технология, которая легче проникать в углы кислои кожи. Упаковка экологически чистая, которую можно применять потом как хочешь. Так, подставка карандашей цветочного кашка, шкатулки для мелочей после использования крема. Тоже 95% натурального происхождения ингредиентов и не содержит всякой-всякой гадости. Так, давайте мазаться. По тонеру. Лицо увлажненное и слегка мотированное. То есть даже вот этого вот корейского свечения особенно нет. Но не стянутая, ничего. Оно чувствуется увлажненное, липкость потихоньку проходит, уже ее практически нет. Оно просто увлажненное, хорошо увлажненное. Ну а все, пока больше ничего не могу сказать. Так, лопаточку берем. Я с крышечки пока кремушек набираю. Тоже запах такой лекарственный, но не противный, нет. Текст. Еще чуть-чуть. Наносим кремушек средней плотности. Эфирные масла, вот чем он мне пахнет. Тонер не так ярко выражен, а здесь я чувствую прям эфирные масла. Лаванду, чувствую какие-то еще масла. Действительно в составе есть. Прям натуральная, натуральная душка. Не очень быстро впитывается, средний так. Но, допустим, гораздо быстрее, чем крем вот из этой серии. Что по факту? Кожа увлажненная, напитанная, без жирного блеска. Хотя он еще не совсем впитался. Мягкая, упругая. Цвет, тон выровнен. Как бы хороший крем. Руки даже сразу-таки гладенькие после него встали. Хороший, увлажняющий, питательный крем, который не утяжеляет, не перегружает. Я вот сейчас его пока чувствую на лице, но буквально вот с каждой секунды он впитывается и все, я его не чувствую уже. Хорошо, питает, увлажняет. А что еще нужно возрастной кожи? Да, с учетом того, что там вот эти все эфирные масла, это вообще круто. Мне кажется, сейчас максимальный эффект достигнется минут через 10, да. То есть, когда все это дело впитается, прям будет клево и красиво. Но мне и так нравится, как бы все отлично. Я пока на корейском уходе посижу, посмотрю, полноценно потестирую. Мне интересно самой. Полностью на корейском, потому что у меня много стоит средств еще и неиспользованных. Из других линеечек. Оср-Х. Еще мне нравятся, девчонки, на сайте тоже у них есть вот такая гипоаллергенная серия в синих флакончиках. Это у меня серум. Как же бренд-то называется? Смотрите сами, девчонки, я не выговорю сейчас. Бренд. Вот. Они, в общем, вот эта серия вся в синих бутылочках абсолютно гипоаллергенная. И никакой одушки вообще. Мне очень нравится. Я маме такой кремушек отдавала. Потрясающе. Пока нравится, нравится мне уход, девчонки, вообще. И предыдущий, то, что с пигментацией справляется. Вот этот за питание, увлажнение без утяжеления. Прям пока здорово. Все очень нравится, все достойно. Поэтому могу смело вам рекомендовать. Но я буду, конечно, тестировать дальше. И, скорее всего, наверное, в Инстаграм, может быть, самых удачных своих покупок корейской косметики, пост как-нибудь соберу, вам выложу и напишу. Вот. Вот и все, мои хорошие. Все продукты мы с вами протестировали. Я с вами на этой ноте прощаюсь. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Пишите, какими пользуетесь корейскими средствами вы. Мне очень интересно, на самом деле, какими брендами, какие вам больше всего нравятся, где заказываете. Потому что все-таки в магазинах, мне кажется, дороже, чем заказывать на стол Корее. Ну, по крайней мере, у нас так. Вот. Всех люблю, целую. Всем весеннего настроения. Пока-пока. Продолжение следует... Корее.